Девушки отдыхают Девушки отдыхают Камри! Да вот же она Да ладно! Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Солнце Где прекрасное лето Даже при плюс 15 Цельсия И где Запрещено Делать Разного Рода Завязки На ветвях Деревьев Запомни, тварь! Завяжешь завязку на ветвях, тебе на причиндале такое же завяжут на том свете. Мы в Краснодарском крае, и с нами новая Камри 2021. Во! Ну что ж, товарищи, видите, пока отдыхающие ходят пешком с собаками, мы с вами должны ответить на главный вопрос. А в чем же новая Камрюха? Я люблю это название, потому что оно свидетельствует о том, что Toyota Camry стала народным автомобилем, давно полюбившимся аудитории. И вопрос-то главный, вы меня спросите, Серега, а что же в этой машине изменилось? В новом, как говорится, ну поколением это не назвать, ну в общем-то в новой эпохе. А в новой эпохе, дорогие друзья, японцы превзошли сами себя. Они единственным элементом дизайна превратили этот автомобиль в новый, потому что здесь добавился хромированный клык. Ну, вы можете назвать, конечно, его скобками. В принципе, это похоже и на скобки, и на эти аборигены, они что кидают? Тарболе... нет, бумеранг, да, какой-то такой кривой, правда, но бумеранг. Ну, в общем, немцам надо поучиться. Немцы занимаются фейслифтингом, фары какие-то меняют, решетки какие-то меняют, какие-то облицовочные элементы. А вот как надо работать, товарищи немцы. Взял, всунул клык куда надо. И новый автомобиль. Ну, я, конечно, иронизирую, ребята. Главные перемены произошли с двигателем и с трансмиссией, если вас это интересует, конечно. Посмотрите, какой чистый мотор, а. Две с половиной тысячи пробега. Муха не сидела. Так, короче, ребята, самый популярный двигатель у Camry это два с половиной. Примерно 75% продаж приходится именно на комплектации с этим мотором. Он подрос в лошадиных силах. Было 181, стало 200. Некоторые напрягутся. 200, это же значит большой налог. Нет, теперь по нашему налоговому законодательству следующая, значит, ступень налогообложения стартует с одной лошадиной силы. То есть с 201. То есть 201 это уже плюс 8 тысяч налога было бы, а 200 ровно укладываются тютельку в тютельку. Короче, крутящий момент вырос ненамного, там на 12 ньютонов на метр, восьмиступенчатая коробка передач. А все это вместе, во-первых, позволяет снизить расход в смешанном цикле с 8,3 литра до 6,8 литра. То есть, представляете, полтора литра на 100 километров экономии. И главное, что, значит, вот в чем машина действительно изменилась по манере езды, вы когда уже на скорости несетесь, то после 80 прибавляет активней. После 80. А, как говорится, в городе, наверное, вряд ли вы заметите какие-то перемены. Но самое главное, ребята, это расход, мне кажется, на полтора литра меньше, чем раньше. Круто. Ага, минуточку. И плюс клыки. И еще одна маленькая деталька, ребята. Теперь у Camry нет 16-дюймовых дисков, сразу идут 17-е. И колеса теперь спортивные, крутые, двухцветные. Двухцветные. А у специальной комплектации GR, ну, это типа M-пакет у BMW, X-Line какой-нибудь там, S-Line у Audi, да, когда просто облипка внешняя такая типа спортивная, там вообще будут черные диски. А, в принципе, вот они двухцветные, 18-дюймовые. Ну, и теперь нам с вами надо, как говорится, посмотреть, в чем изменился салон. А лучше всего это сделать на ходу. Хе-хе-хе-хе. На ходу. Ну, что, ребятки, должен сказать. Старая, добрая Toyota Camry. Ну, то есть, молодая и добрая. Каждый мужчина мечтает о том, чтобы ему встретилась молодая и добрая. Но чаще появляется либо молодая и злая, либо добрая, но старая. Это маленькое лирическое отступление. Значит, давайте начнем я, начну со следующего. Это, конечно же, огромный мультимедийный дисплей. Надо, ребят, сказать, что даже в базе есть эта штука 7-дюймовая с большими кнопками. А вот 9-дюймовая в нашей версии с кнопочками маленькими. Ну, Toyota оставила физические кнопки. По большому счету, мне нравится, что это истерия с цифровизацией, с тем, чтобы только экран был тач-панелью. Она потихоньку закончилась, люди поняли, что, в принципе, нужны физические кнопки. Человеку хочется чувствовать, у человека есть пальцы, в конце концов. Значит, смотрите, как вы понимаете, торпеда, да, менять дорого в производстве. Поэтому вот эту щель, которая использовалась прежде для воздуховодов, а они, видите, перенесены сюда вниз, да, и дуют, могут прям в морду дуть. Так вот, щель эту просто заделали лаковым пластиком. Ну, что, если честно сказать, то, конечно, в принципе, понятная, как говорится, на безрыбье и рак рыба. Но в следующем поколении, я думаю, эту деталь исправят. Значит, что касается самого экрана. Графика, ну, по большому счету, работает все очень быстро. Да, то есть, навигация, все дела, аудио. Кстати, достаточно неплохой звук в базе, джебелевский здесь стоит система. Вот такая, на четверочку, на 3 с плюсом, на 4 с минусом примерно. Все остальное, ребят, хорошая шумоизоляция, подогрев стеклонитками, руля, сидений, обдув сидений. Все это есть, все это понятно. Значит, ощущения от двигателя следующие. 2,5, в принципе, скажу вам так, если учесть, что он достаточно экономичный, то 2,5 для этой машины нормально. Конечно, 3,5-литровый двигатель, который без изменений остался на Camry, ну, он предпочтительнее, если вы гонщик. А если вы, в принципе, нормальный, так сказать, честный человек, да, с женой, с детьми, например, да, то, в принципе, этого мотора 2,5 вполне достаточно. Машины по-прежнему хорошо держат дорогу, с этим совсем проблем никаких нет. Появилось следующее. В любой комплектации у вас есть CarPlay, Google, так сказать, Android Auto и, соответственно, Apple CarPlay, да, сразу соединяется. И самое главное, появилось приложение, ребята, появилось приложение для смартфона, с помощью которого, поскольку в каждой машине вставлена, значит, сим-карта, да, есть, кстати, раздача Wi-Fi, там что-то 10 гигабайт в месяц бесплатно Wi-Fi, значит, раздает. Но суть не в этом, суть в том, что вы можете в любой момент времени на своем смартфоне увидеть, значит, сколько осталось заряда у батареи у аккумулятора, где машина точно стоит, то есть территориально. И самое прикольное, если, например, вы машину оставили у магазина, а какая-то падла, сука падла, долбанула ее, и машина это зафиксировала этот удар, то вам приходит оповещение специально, что чувак, какая-то сука падла, твою машину тиранула там или долбанула, или пакетом ударила, и ты уже сразу знаешь, что, в принципе, что-то не то, правильно? Можно бежать и разбираться. Это удобно, но и с эвакуацией то же самое, да, если успеешь добежать. Значит, новый отделочный материал, вот такое, ну, квазидерево, копченое, понятное дело, что пластмасса, но во всем остальном, ребята, ну, к сожалению, конечно, мы все ждем, когда же, наконец, появится полностью цифровой водительский дисплей у Камрюхи, но пока, вот видишь, как бы не появился. Зато Камри осталась на той же тележке ТНГА, по-моему, так она называется, Toyota New Global, ну, и как-то там еще что-то в конце, вот, какое-то слово, да. У нас Камри в полубелом салоне, видите, все очень элегантно, средний белый цвет, то есть у вас темный низ, светлый потолок и светлые кресла. Ну, вот, едем мы с вами из Утриша, да, путешествуем по, так сказать, дорогам Краснодарского края, едем в Анапу, да. Я скажу вам честно, в этих горных условиях машина себя ведет очень и очень прилично, вот, не тормозит. В принципе, конечно, иногда, когда на разгон идем в гору, конечно, движок, так сказать, ему не просто становится, да, но, тем не менее, в целом ощущение, что это доброе, старое, тяжелое, что это, мне кажется, очень важное ощущение для автомобиля, да, тяжелая такая Камри, да, какая-то, знаешь, вот в хорошем смысле слова аналоговая Камри, потому что она, как бы, вот, все по-честному сделана, ну, вот, во всем остальном, ну, что сказать, ну, дорого ли 2 миллиона 600 тысяч? Значит, смотрите, там история какая, чем они еще решили приманить, так сказать, потребителя. Если вы все ТО проходите во время гарантии у официального дилера, вам четвертый год гарантии, по-моему, четвертый, в подарок, и более того, есть возможность сразу оптом купить первые 3 ТО, ну, там достаточно существенная скидка, и главное, что обещают, что даже если рубль будет, вернее, доллар будет стоить тысячу рублей, то то, что вы уже сейчас заплатите за, так сказать, техническое обслуживание, это не подорожает, вас все равно, вам поменяют масло там и, так сказать, фильтра и все остальное. Ну, и что еще надо добавить, ребята, что, в принципе, вот этим новым двигателем, да, 200-сильным, 2,5 литра объем, Тойота хочет привлечь, помимо старых, преданных, в хорошем смысле старых, и еще в более хорошем смысле преданных потребителей, хочет привлечь еще и молодежь. А молодняку что надо? Ну, нужна динамика, понимаете, нужны клыки. Тут все, тут провели исследование, поняли, что не хватает клыков, блядь. Вот, и добавили их, понимаете, вот это капитализм самый настоящий. Вот, во всем остальном, парни, ну, действительно, хорошая, эргономически правильная машина. Вы же знаете, у меня на долгом тесте в прошлом году, позапрошлом году, была Камрюха, правда, с двигателем 3,5 литра. Конечно, этот поспокойнее мотор, но, тем не менее, очень и очень, так сказать, приличный аппарат. Вот, меня, честно говоря, очень радует шумоизоляция, прежде всего, кстати, оконного блока. Потому что колеса я слышу, да, а вот окружающее пространство, ветер, который вокруг машины, я фактически, так сказать, не воспринимаю. Ну, что хочется пожелать Камрюхе? Кроме того, да, ну, понятное дело, в следующем уже поколении, да, в рестайле избавиться от вот этого, этой накладки, которая является, ну, следствием технологических разумных проблем. Я, зная то, как сложно автомобилистам вообще менять машину в деталях, понимаю, что проще сделать машину с нуля, чем, как бы, что-то исправить, там, изменить. Тем не менее, они пошли на вот эту гигантскую, да, перемену ради того, чтобы вставить сюда вот этот экран. Ну, как говорят сами тойотовцы, экран теперь, как бы, находится на уровне, на одном уровне. Ну, с чем он находится на одном уровне? В принципе, он не на одном уровне, потому что, конечно, центральный дисплей у меня ниже, а мультимедиа получается выше. Но если мы берем за основу спидометр, да, то есть показатель скорости цифровой, ну, по большому счету, да, со спидометра на вот экран мультимедиа перекидывать взгляд достаточно, достаточно просто. Здесь продолжили они наворачивать систему безопасности. Теперь, значит, система безопасности сама даже ловит пешехода, причем не только на прямой, но и на повороте, на повороте. То есть, если вы уходите в поворот, а там, сука, за поворотом притаился пешеход и ломанулся вам под колеса, то, в принципе, машина должна тормозиться сама. По большому счету, у меня есть один лишний оператор, мы можем на нем сейчас протестировать эту систему, но я не уверен, не вот пошел ты, да, скажем, будешь работать. Будешь работать, будешь этим самым, как говорится, тестовым человеком. Но хотелось бы, чтобы эти функции, в принципе, в жизни никогда, честно говоря, не пригодились бы, да. Вот, это что я хотел вам сказать о месте водителя. Еще пару слов обязательно вам сообщу о том, как себя чувствует пассажир, который сидит сзади. Вот давайте я даже сейчас прям припаркуюсь где-нибудь. Сейчас съедем куда-нибудь. В буерак какой-нибудь. Вот хочу на фоне замка. Вот, смотрите, вот тут замок. О, отлично. Так, и вот, опа, я типа, ну да. Сеточки, как видите, товарищи. Ну, надо, вот они, сеточки есть. И, ребята, самое главное, что у нас есть в этом автомобиле, это пульт управления. Ну, это не пульт управления, это у нас для бутылочек. А вот здесь магическая кнопка. Нажимаем кнопку и вуаля! У нас с вами, ребята, и подогрев сидений. Вот. Хе-хе-хе. Но это сейчас будет излишне. И управление шторкой. Вот, шторкой. Хорошо. И свой климат-контроль. То есть я могу прибавить, убавить, сколько хочу. Кстати, что интересно, я вам наврал, ребята, можно, так сказать, делать угол наклона чуть меньше, чем чуть-чуть выше. Причем у левого кресла тоже. Вот, я могу опуститься. Вау! Передо мной два USB нормальных. Сейчас все увидим. Можно управлять магнитофоном, делать потише, погромче, включать радио. Вот. И все это при помощи этой классной панели, чуваки. Раньше такого не было с мотором 2,5. А теперь есть. И вот сидишь, можно ногу на ногу засунуть. Едешь. Слушаешь музыку. Хорошо. А? Что вам еще-то надо за 2,600, а? Что надо-то вам? Больше ничего не надо в жизни, правильно? Да класс. О, и здесь у нас и подсветочка есть, и все. Ну, сейчас, понятное дело, у нас день. Подсветочку не увидишь. Для тех, кто готов обосраться от серпантина горного, есть ручка. Можно вот так вот ехать. Но, в принципе, слушайте, я реально вчера проехал где-то, нет, это обратно полтора часа и туда полтора. Часа три я провел вот здесь, на заднем кресле, в этом автомобиле, на горных дорогах. И реально не укачивает, ну, меня вообще не укачивает, но, в принципе, не укачивает, дискомфорта нет, ни визуального, ни вестибулярного, шумоизоляция отличная. В общем, что там говорить-то, молодцы японцы. И главное, клык. Ну, и, конечно же, кайф пребывания на юге заключается в том, что здесь самые замечательные, добрые собаки. Вот, они ласковые. Вот. Конечно, Рустам Иванович скажет, что здесь блохи. Вот он какой. Хе-хе-хе. А посмотрите, какой он коротконогий. Знаете, почему? Потому что, как завещал Дарвин, когда дует сильный ветер, на коротких ногах проще устоять. А вот эти вот лохудры фотомодели, вот еще один, а еще эти лохудры фотомодели на своих оглоблях, они все попадают. Даешь коротконогих женщин. Да. Видите, какой умный. Молодец. Кто ж тебе, бедный, ножки-то обрезал, а? Кто ж тебе ножки-то подпилил? Ведь был сэмбернар, а стал, так сказать, черти что. Очень люблю собак. А китайцы их еще жрут. Ну, а завершим мы наш очередной и не последний приезд в Анапу рядом с этим прекрасным памятником отдыхающему. Он открылся 12 июня 2008 года в День России и символизирует собой всех нас с вами, мужчин отдыхающих, у которых вот такая шляпа. И я желаю вам приехать в Анапу, друзья, мы на Тойоте Камри, на велосипеде, на скейтборде. Главное, чтобы у вас как следует и как можно дольше дымилась шляпа, ребята. Девушки, девушки, здравствуйте. Простите, пожалуйста, можно вам один вопрос? А вы здесь живете? Нет. Не в Анапе? Нет. Серьезно? Вы отдыхающие? Мы не отдыхающие. Но не живете? Не живем. А вы видели этот памятник? Да, вообще собираемся проживать тут. Кому этот памятник? Как вы думаете? Из фильма какого-то. Серьезно? А что скрывается под шляпой, как вы думаете? Животик. Животик скрывается под шляпой. Спасибо большое, девушки. Коленки. Порохой. Коленки, животик. Любые версии, кроме не основной. Кроме основной. Кстати, это пятки не трудового элемента. Они розовые, гладенькие. Этот человек явно не работает. А вот морда. А посмотрите, ноздри. Кстати, у нормального отдыхающего из ноздрей должны торчать волосы. Давайте еще попытаемся двух девушек спросить. Девушки, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а вы живете в Анапе? Да. А вы, скажите, пожалуйста, а что скрывает шляпа на этом памятнике? Ничего. Как? Ничего. Ничего не скрывает? Ничего не скрывает. Очень, знаете, неконтактная женщина. Неконтактная. Здравствуйте. Здравствуйте. А как вас зовут? Люба. Любовь. Любовь. Вы застали этот памятник, когда его открывали? Нет, я первый год здесь. Первый год? Из Москвы, да. Нравится в Анапе? В Анапе нравится. А как вы думаете, зачем они шляпу положили вот в это место? Наверное, ради приличия. То есть иначе не открыли бы памятник? Нет, памятник, может, мы открыли как раз со шляпой. А без шляпы, наверное, все-таки что-то было не очень-то. А вы видели таких на пляже? Таких нет, я просто мало была на пляже. Хорошо, спасибо, Людмила. Ну, очень уж большая шляпа. Ну, значит, больше прикрывается. Она, кстати говоря, если посмотреть на размер, ребята, она по объему-то, она же раза в три больше, чем у него диаметр головы. Понимаете? То есть шляпа у него вот где-то так, а размер головы вот где-то вот так вот. Понимаете, как бывает? Какие у мужчины могут быть отеки? Как здесь с мужчинами? Не знаю. Мне мужчины не нужны. Правда? У меня свой мужчина есть. А, вы с мужчиной приехали? Нет, пока нет. Но он у меня есть. Ну, то есть две недели нормально еще? Да. Держится? Хорошо. Ну, привет ему туда, в Новосибирск. Все нормально у твоего. Но женщина сохраняет верность, но шляпой уже интересуется. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!